Уже традиционно два раза в год город Рассказово торжественно провожает молодых ребят на службу в ряды российской армии. Священный долг и почетная обязанность – защищать родину. Юноши, которые имеют высшее образование, могут выбрать альтернативный вид службы, остальные ребята пройдут один год срочной службы. Что такое военная служба, какой распорядок дня у солдата и какая ответственность ложится на плечи, молодые ребята пока только догадываются или знают из рассказов старших товарищей. Но то, что служить обязан каждый мужчина, никто из них не сомневается. Максим Рязанцев с самого детства ждал этого дня, хотя до сих пор не знает, что его там ждет. Как и большинство мальчишек, он отдает предпочтение военно-десантным войскам. Но, скорее всего, говорит Максим, попадет в ракетные. Доволен, счастлив. А чем доволен? Ну, то, что забирает. Давно этого ждал момента. Ну, маму с братом и папой по-любому будут ждать. Младший брат Егор переживает за брата и не хочет его отпускать так далеко и надолго. Для него старший брат – это пример для подражания. Потому что сколько лет вместе, прям разлук считай. Когда вырасту, пойду служить в армию. Как брат? Да, как брат. День призывника сам по себе волнительный праздник. В большей степени не для самих новобранцев, а для их близких родственников. Родители говорят, что только вчера водили их в школу, а уже сегодня провожают своих сыновей в армию. Порядка 60 призывников из города Расказово уйдут в ряды российской армии в осенний призыв. За достойное воспитание будущих солдат администрация города отметила родителей благодарственными письмами. Медицинская комиссия в основном уже все прошли, решение уже по всем принято. Задание общее, которое установлено у нас военным комиссариатом Тамбовской области до города Расказово-Расказовского и Бондарского района, оно для нас приемлемо. Мы его выполняем. Поэтому желаем всем ребятам хорошей службы. Ну и, как всегда, все родители напутствуют, чтобы побыстрее и здоровыми, хорошими, в хорошем настроении вернулись домой. Через год это все пролетает сейчас очень быстро. Многие возвращаются, не успев даже, как сказать, привыкнуть к военной форме. Слова напутствия для будущих солдат сказал каждый. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Бухтияров объяснил ребятам, что солдатам не рождаются, солдатам становятся. И это он проверил на личном опыте. Участник боевых действий в Афганистане заверил, что от того, как ребята освоят воинское дело, будет зависеть будущее страны. Поддержать будущих бойцов пришел и служитель церкви, отец Георгий. Я сердечно вас поздравляю с Днем призывника. Как в нашей молодости варилась эта священная долг и почетная обязанность защищать свою Родину. Неважно на каком месте, на каком посту боевом. Но главное, вы становитесь защитниками нашего Отечества. Те богатства, которые в нашей стране не есть, они не дают покоя всему миру. И всегда не давали. Но что же держит нас? Какое чудо держит нас? А нас держит русский дух. Господь на вас, того задачи на кривой, Северный и Приславь, и в веки веков. Аминь. С Богом служите и возвращайтесь. Целыми и невредимыми. Какая бы ни была в стране обстановка, мирная или напряженная, Родители, особенно мамы, всегда переживают за своих сыновей, С которыми совсем не хотят расставаться на целый год. Вот сонны в строю стоят. Руки держат автомат. По уставу будут жить. Будут Родине служить. Ну, в первую очередь, конечно, волнение, переживание. Ну, и, наверное, чувство гордости за то, что мой сын вырос таким взрослым, мужественным, за то, что он готов отдать свой гражданский долг на Родине. Я думаю, в первую очередь будет очень сильное переживание, волнение, тоска. Ну, надеемся, будет звонить, писать. Поэтому ждем побыстрее, конечно, домой. В праздничный день талантливые вокалисты города пели для призывников и гостей песни, посвященные армии, воинской чести, солдатам и тем, кто с нетерпением ждет их возвращения. Помогает нам верить, это русский характер. Екатерина Студенова, Максим Соколинский. Новости ТВ Рассказыва.